Двоих инспекторов транспортного контроля поймали на взятках. Приговорили нечистых на руку к шести годам лишения свободы. Интересно то, что они были в списке приглашенных на экскурсию в следственный изолятор, но по понятным причинам попасть на нее не успели. На необычные акции борцы с коррупцией дают возможность специалистам различных госорганов увидеть жизнь за решеткой. Жанель Бесинбаева продолжит тему. Перед шоковой терапией небольшая информативная справка. Коллективы инспекции транспортного контроля напоминают о недавних коррупционных преступлениях в их сфере. В прошлом году на сделку совестью пошли два сотрудника. Приговорили их к трем годам лишения свободы. И с нарушениями посвежее несколько дней назад задержали еще двоих нечистых на руку транспортников. Тенденция, что и в прошлом году, и в этом году регистрация в целом четырех было преступлений коррупционных. Поэтому сохраняется тенденция, то есть несмотря на то, что мы выявляем преступления, не перестают получать денежные средства. В этой связи мы сегодня пригласили всю инспекцию всех сотрудников, которые в строю выданное учреждение, чтобы показать шоковую терапию, чтобы через увиденное, через мысли, через сердце они это восприняли. Сквозь узкие коридоры гости оказались в следственном кабинете. Здесь подозреваемые, обвиняемые, подсудимые и осужденные встречаются со своими адвокатами. А вот за этой толстой железной дверью располагаются комнаты, где они и живут. Двухярусные кровати, окна с решетками и алюминиевые предметы быта. Оказаться в не столь отдаленном месте и прочувствовать атмосферу за колючей проволокой может любое, кто вдруг изъявит желание переступить закон. В данном учреждении есть свой утвержденный распорядок дня. Утвержденный распорядок дня начинается со времени подъема, с 6 часов. Дальше он уже завтрак идет. Осуществляются следственные действия, примерно идут судебные заседания. Также для этих есть, имеется у нас судебный кабинет для проведения онлайн заседаний. Трехразовое питание получается, прямая пища осуществляется у них. Кроме того, есть время для прогулки. Но и здесь не разбежишься. Вдохнуть свежий воздух и посмотреть на небо сквозь решетку разрешается лишь один раз в день. Учреждение вместимостью около 500 человек. Сейчас заполнено наполовину. Но в СИЗО отмечают, места для нечистых на руку всегда найдутся. Женаль Бесимбаева, Александр Янцен. Итоги дня.